Радио Болтком От этого воздух чище станет? Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. И всем еще раз добрый день. Начинается программа Климат-контроль. С нами на прямой связи ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Начнем, наверное, как обычно, с погоды. Как, не знаю, у англичан принято. Мы видим, что такие уже, казалось бы, весенние настроения внезапно сменились возвращением зимы. Холодными ночами выпавший снег немножко тоже как-то так после 8 марта отрезвил всех этих поклонников весны. Что происходит, что творится и что ожидает нас в ближайшее время? Ну, сейчас, надо сказать, над всей восточноевропейской равниной царствует очень мощный антициклон. С севера подпирает еще один антициклон. Это вихри повышенного давления. И, кстати, сейчас один из них находится практически, вот, глаз его находится над Латвией. И это, кстати, объясняет, что у нас еще не такие сильные холода. Прямо скажем, да? Антициклон крутится по часовой стрелке. И вот сейчас такой основной транзит холодного воздуха идет по такой диагонали от севера Уральских гор по направлению к Болгарии. Вот примерно так он идет. И там резко заметно похолодание. Ну, а с другой стороны, другая, как бы, сторона этого антициклона, это как раз захват теплого воздуха из Средиземноморья. И мы видим сейчас и в северной Италии, ну да ладно, это и в Франции, и в Германии, даже на севере Германии, температура до плюс 14 поднимается. И вот этот поток теплого воздуха уходит вплоть до Лапландии, где плюсовая температура. Ну, плюс один, но все равно, что это плюс. То есть, собственно говоря, вот такой вот конвейер, тепло-холод, и этот конвейер будет еще развиваться. В принципе, это приведет к очень интересной ситуации. Дело все в том, что поскольку антициклон такая штука малоподвижная, у нас будет возрастать роль солнечного излучения. Все-таки, заметьте, солнце уже светит очень хорошо. Оно уже поднялось. Уже уровень ультрафиолета превысил условных 3 балла днем. Это уже выше вот этого, скажем, очень низкого зимнего уровня. Уже все. И этот ультрафиолет, на него начинают реагировать уже и наша с вами кожа, и наши глаза. И, кстати, вся природа тоже, она на это реагирует. То есть, сигнал подан. Как Пришвин говорил, началась весна света. И вот сейчас очень интересная ситуация. К понедельнику, возможно, у нас, да, ночью будет мороз, но днем температура воздуха может прогреться до 8-9 градусов тепла. А, так скажем, в особо таких тихих местах, солнечных, только она и выше будет. То есть, можно ожидать, что это будет такой мощный старт расти всему, что только может расти. Это очень заметно. А дальше, уже к следующей неделе, так скажем, вот это вот такие скачки уменьшатся. Но все равно будет вот этот классический мартовский вариант. Ночью слабый минус, а днем будет плюс. Вот. И, в общем-то, на ближайшую неделю где-то подобная картинка и нарисовывается. Может быть, даже больше. Может быть, даже на 10 дней вперед. Но, правда, как всегда, есть нюансы. С одной стороны, над Северной Арктикой формируется еще один мощнейший антициклон, который непонятно куда двинется. Вот. Есть подозрения, шансы, что он пойдет за своим собратом. А, с другой стороны, с Запада, с Гренландии движется очень мощный циклон. И вот как эти два вихря будут взаимодействовать где-то примерно через недельку, вот пока что еще достоверных данных нет. Все только предположения. Но вот то, что вот выходные, начало следующей недели может быть такое весеннее, это метеорологи говорят, что это очень-очень высокие шансы. Я думаю, что многие следят сейчас за прогнозами погоды, потому что мы видим безудержный рост тарифов на отопление. Буквально вот в новостном выпуске только несколько минут назад прозвучала фраза, что Рига Силтумс в очередной раз в этом отопительном сезоне повышает свои тарифы. Это, по-моему, 74 евро за мегаватт-час с 60 копейками. И наверняка многие ждут возможности наступления весны, теплого лета, для того, чтобы чуть-чуть передохнуть от этих астрономических счетов. Как еще может отразиться рост цен на энергоносители, на нашу жизнь? Ну, прежде всего, она будет вся жизнь дороже, потому что, смотрите, дорожает, растет цена на топливо нажидкое, да, вот бензин, дизельное топливо. Надо сказать, что причем она растет такими-таки ударными темпами. Совсем недавно евро 60 казалось, но это как-то больно жестоко. А сейчас вот у нас уже все подбирается вплотную к психологически важной отметке – 2 евро за литр. Это 95-й бензин. У наших финских соседей и эстонских этот порог уже превышен. Причем, например, финны в страшном удивлении, почему дизельное топливо у них стало дороже, чем бензин. Вот это как бы они не очень понимают. И пока что толком никто не объяснил, говорил, что так работают рыночные механизмы. Тут же начинается масса конспирологических теорий о том, что, дескать, дизельное топливо можно делать только, например, из российского, венесуэльского или иранского, из иранской нефти. Ну, это, в общем-то, совершенно не так, но дело все в том, что, да, имеет большое значение сортность нефти. И тяжелая нефть, конечно, она лучше для производства тяжелых нефтепродуктов, легкая для производства легких нефтепродуктов. Это понятно. И понятно, что если ваш нефтезавод, вот у вас, допустим, есть, Олег, нефтезавод, представим себе, он маленький такой, и вы его настроили на производство, условно говоря, бензина и дизельного топлива, да, то вот дело все в том, что вам для того, чтобы он работал, нужна будет нефть определенной кондиции. Она, конечно, его можно использовать и другую нефть, но вам придется перенастроить его. Там очень важные элементы температуры нагрева. И это не секундное дело. Чем больше завод, тем больше перенастройки. И вот я хочу сказать, что вообще производство, обработки нефти – это очень высокие технологии. Почему-то иногда говорят, вот, знаете, так, пренебрежением, жейжу торгуют там. Такое впечатление, что люди, которые так говорят, они представляют и могут сами что-то сделать. На самом деле все не так. Это очень сложная технологическая вещь. Кстати, из нефти делается все, что угодно – лекарства, игрушки детские, даже еда делается из нефти. Ну, там цепочка есть такая, но все равно. Не стоит забывать, что многие кормовые продукты, дрожжи для животных, тоже делаются продукты переработки нефти. Эта фраза знаменитая – топить нефтью – все равно, что топить ассигнациями, да? И именно поэтому Менделеев-то как раз как в воду глядел, он как раз считал, что если мы используем столь ценный сложный органический продукт, а нефть – это целая куча веществ смешанных, это не одно какое-то вещество, а их целая масса. И из этого, надо сказать, что Менделеев – это был вообще гений бизнес. Вот об этом как-то не говорят. Но в советское время как-то было неудобно говорить, что Дмитрий Иванович Менделеев – это был человек, которого уже, что называется, коммерсанты на руках носили, а он только как раз и думал, чтобы сделать то или иное направление максимально экономически эффективным. Наука для науки он не признавал. Так вот, что очень важно. Важно как раз то, что получить из этой нефти можно самые разные продукты. И если их продать, то можно получить гораздо большую прибыль, чем если вы эту нефть используете просто как вот такое дешевое топливо. Ну, в то время дешевое. И это очень важный момент. Так вот, я хочу сказать, что действительно ведь нужно учитывать одну очень важную вещь. Если вы разделите стоимость вот этого барреля нефти, да, или посчитаете, да, допустим, ну, например, 2 евро за, ну, допустим, даже доллар, это будет, ну, больше 2. Повесть, давай, 2 доллара за литр. Посчитаете доллары на баррель, и получится, что все-таки там какая-то такая довольно крупная маржа. Не случайно вот все же торговцы нефтью говорят о том, что цена нашего бензина гораздо ниже. Зачастую акцизы всевозможные и сборы составляют больше половины, а кое-где приближаются и к 70%. Поэтому, например, вот наши эстонские соседи и финские, я слышал, открыто выступают, и демонстрации даже есть, с требованием снизить акцизы на это топливо. Потому что, если дорогой бензин, вот, допустим, пользуйтесь, у нас еще, кстати, пандемия не закончилась, да, довольно много болеют людей, они заказывают товары на дом. Вообще привыкли люди, это удобно, да. Но для того, чтобы эти товары развести, нужно потратить топливо. Дороже топливо, дороже доставка. Хоть кажется мелочь, но если в течение года поглядеть, это вполне реальные деньги. Вот говорится о том, что нужно ездить на транспорте, на общественном. Далеко не для всех людей это подходит. А особенно, если нужно возить пожилых людей, или сами пожилые люди ездят, или нужно возить детей маленьких. Тоже, как бы, проблема. То есть, собственно, и, кстати, зачастую, посмотрите, какие у нас ездят машины. Ведь напрямую говорят, наш транспорт очень старый. А старый он не потому, что мы все такие любители антиклара. А мы старый потому, что новый современный транспорт большая часть людей купить себе позволить не может. Поэтому, в принципе, цена топлива имеет большое значение. Разумеется, есть иллюзия такая, что сейчас хорошо бы массово переходить на электротранспорт. Ну, имеется в виду на электромобиль. Но ведь проблема вся в том, что электромобили, вот их батареи дорожают. В первую очередь, ведь дорожает литий. Он за минувший год поднялся в 500 с лишним процентов стоимости. Дорожает никель на фоне внешнеполитических всевозможных рисков. Ладно с литием. Там половину мирового поставки сейчас чуть ли не Австралия предлагает. Но не в этом дело. Дело все в том, что существуют и другие ценные вещества, которые необходимы для изготовления тех же батарей. И вот эта картина, она показывает, что, в принципе, разрушение поставок, проблема с микропроцессорами. Одно тянется за собой, за какая-то такая бесконечная цепочка. И в итоге дешевого народного электромобиля мы не видим. И очень большое подозрение, что в этом году и не увидим. То есть это, скорее, игрушка для богатых людей, которые, в принципе, могут себе позволить. И, ну, не то чтобы не считают деньги, но, во всяком случае, они не так под ударом, как средний класс. Конечно, конечно, понимаете. Если у вас, допустим, ну, вот смотрите, по сравнению с за год, ну, реально, стоимость бензина выросла на 25%. Это сильно бьет про тем, кто ездит очень много. Или тем, кто считает каждую копейку. Но для людей, которые имеют хорошие, будем говорить, доходы, порадуемся за них, для них 25% увеличение расходов на автомобиль, на езду в течение года, ну, за год, не является критическим. Оно никогда у них не вырастало в вопрос, иметь съездить или поесть. Как всегда получается, что от всех этих катаклизмов проигрывают именно беднейшие слои, или вот эта вот нижняя часть среднего класса, которая того и того грозит ему провалиться вниз. Вот об этом-то и идет речь. И, конечно же, понимаете, с одной стороны мы понимаем, что произвести бензин – это сложнее, например, чтобы получить электричество от солнечной батареи на вашей крыше дома. Ну, вот как бы так, да? Вот если у вас дом, то есть у вас должен быть дом. Желательно с приусадебным участком. Там вы ставите ветряк, там вы ставите солнечную батарею и заражаете свой автомобиль. Прекрасный план. В случае чего вы можете использовать батарею этого электромобиля, как батарею для того, чтобы освещать свой дом. Ну, кстати, это же изначально, кстати, придумывалось. Я говорил с норвежскими специалистами еще, дай бог памяти, 13 лет назад. Они говорили, это же батарейка на колесах. Но для этого у вас должен быть дом, для этого у вас должен быть участок. И где-то мы должны хоронить электричество, которое в солнечные летние дни, в принципе, нам не так требуется, а зимой, когда и хуже греет солнышко, и меньше световой день, оно нам как раз больше востребовано. Это сезонное, да, сезонное. Потому что в течение суток эта батарея машины может помочь, если машину вы не используете, она у вас стоит. А вот зима, да, как говорится, зимой в наших широтах темно и холодно. И вот тогда возникает вопрос, а как бы нам летом понабрать бы этой самой энергии? И вот как мы уже говорили однажды в одной нашей передаче, что как раз идея водородной энергетики заключается в том, что мы летом производим водорода, а потом этот самый водород зимой будем превращать опять в электричество. Но это же, понимаете, это же очень долгий такой вопрос. Не случайно поэтому те же самые эстонцы, или вот как я понимаю, на минувшей неделе у нас в Латвии стали говорить о том, что все-таки какая-нибудь атомная станция бы нам совсем не помешала. Совсем бы не помешала. Тем более, что появились новые технологии. Такая, знаете, типа цистерна-реактор, который в шахту опустили на глубину сотни метров. Вот она там это и стоит. Безопасно, надежно, хорошо. Закончился срок ее службы. Мы цистерну извлекли, отправили на специальный завод изготовителя, а сами туда новую поставили. Ну, как батарейки поменяли. Надо сказать, что это уже не фантастика. Это уже, например, в Соединенных Штатах уже этот проект разрабатывается, потому что это очень интересный вариант. Он позволяет автономно обслуживать небольшие населенные пункты, где живет несколько тысяч человек или десятков тысяч человек. То есть это вариант интересный. Но опять-таки, прямо же говорят, если сегодня начнем это обсуждать, что почем и за сколько, дай бог через 10 лет построить. А до этого еще дожить надо. Вот с этими ценами на газ и на бензин. Ведь одно же цен тячит за собой другое. Дорожает газ. Вот обязательно дорожать другие источники тепла. Пелеты, дрова. Мы как бы от угля отказываемся. Хорошо отказываемся от угля. Ну, а что дальше-то делать? Я думаю, что это как раз будет дискуссия. И сейчас-то, конечно, хорошо. Лето приближается. И поэтому острота будет сниматься вопросом. Но мы не знаем, какое будет лето. И если будет лето в основной части Европы экстремально жаркое, то потребуется еще больше электричества для того, чтобы обеспечить работу кондиционера. Так кроме ведь этого, ведь нужно понимать, что газ нужен для того, чтобы производить удобрения. И вообще нужно много удобрения европейскому сельскому хозяйству. Земля уже на пределе. То есть без удобрения она не будет так родить, как бы нам всем хотелось. Конфликт на территории Украины приводит к тому, что украинская земля в этом году может не дать урожая в том количестве, которое нужно. И, как говорится, уже огромные территории, они находятся в том состоянии, когда непонятно вообще, что будет дальше. А это касается уже всей Европы. Поэтому, естественно, в такой ситуации, когда непонятно, как будет все развиваться, совершенно непонятно, то возникает ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос подгоняет, опять-таки, рост цен. И вот это вот бесконечный вихрь, когда одно тячит за собой вверх, другое, это очень, конечно, для экономики и для простой человеческой жизни очень плохо. Да, это мы видели буквально недавно, ну, просто на таком жизненном примере дефицита соли, когда стоит просто возникнуть угрозе дефицита, все бросаются покупать просто для того, чтобы быть спокойными, и это еще больше накручивает дефицит. Хотя вот сейчас мы видим, что в магазины завезли соль, и никакой проблемы в этом и не было. Да, и возникает сразу вопрос о том, что, урожаемые дамы и господа, вы что, занимаетесь массовыми производственными засолами? Это раз. Потому что на самом-то деле одна из бед нашего общества, на чем, кстати, можно сэкономить, это на лекарствах при лечении гипертонии, вызванной в том числе инициированной, совершенно неуемным потреблением соли. Мы соль лопаем, ну, так как вот наши предки, например, еще лет 200 назад, они бы, что называется, за голову бы схватились. Тогда это была ценность. Так скажем, тонкий присол такой. А сейчас это все, ведь она же везде, эта соль. Ее промышленника, для промышленников проблем, потому что соль дает очень важную вещь, это же консервант. И ваш продукт, напичканный солью, вот не обращали внимания, что есть колбасы, которые просто соленые. Просто соленые. Вот так вот. И это очень хорошо, платим в плане торговли. Продукт долго не хранится, и даже, условно говоря, холодильники вырубились, он не испортится. Как говорится, портится там нечем. Вот. Поэтому это очень серьезная вещь, и, как говорится, можно посчитать. Даже вот, как я видел, продавали там сколько? 10 евро пакет соли, да? Ну, килограмм. Ну, вот если посчитать, сколько нужно человеку в день соли, максимум несколько граммов, это одного пакета, как бы на два года могло бы хватить, если вот просто так сыпать. А ведь сколько мы получаем еще соли, помимо этого, просто в консервированных продуктах, которые мы употребляем, мы просто не осознаем. Да. Это точно так же, знаете, крайне опасно. Я вот, меня спрашивали коллеги, журналисты о том, что насчет употребления йода, ну, от радиации. Вы понимаете, это вообще страшная вещь. Если соль это так согнут, ну, в общем-то, особо ее никто ложками есть не будет, да, то вот с этими таблетками или каплями йода вообще страшная вещь. Дело все в том, что вот этот вот радиоактивный йод 131, ради которого и нужно употреблять обыкновенный йод, он имеет короткий период плораспада, по-моему, 5,5 часов. Что это значит? Это значит вообще так. Если вы будете пить таблетки от йода за часы до того, как появится вот радиоактивный осадок, то это будет просто вред для организма и не будет никакой пользы, либо она будет очень слабой. Если вы выпьете в тот момент или буквально непосредственно перед выпадением осадков, то тогда вы защитите себя с высокой долей вероятности, там, за 90%. Но если вы выпьете через 5 часов после того, как уже осадок прошел, то вот эти таблетки принесут больше вреда, чем пользы. Потому что на самом деле соединение йода – это ядовитые вещи. И тут очень важно поэтому. И как бы в той же самой Японии я много разговаривал с японцами-коллегами еще 30 лет назад. В Японии же всегда это было понятно. После Хиросимы и Нагасаки они очень так внимательно относились к японским радиационным вопросам. И они говорили, что, он говорит, ну для этих же целей существуют сирены и существуют радиоприемники. Ну тогда интернета еще не было. И поэтому, как только звучит сирена, включаешь радиоприемник, и тебе скажут – пить или не пить. Потому что это очень важно попасть в нужный момент, чтобы вред от таблеток был гораздо меньше, чем вред от попадания радиоактивного йода. В остальное время вот этот лаг, где-то буквально два часа, раньше-позже он приносит вред. Поэтому спрашивать нужно и обращать внимание на слова специалистов, то есть он называется «authorities», да, вот это вот, да. Но ни в коем случае не сметать все с полок. Вот я видел человека, который просил йод на всякий случай, вот, ну, чтобы пить надо было. Забывается о том, что пить-то его уж вообще никак, потому что не о тех дозах идет. И наша щитовидная железа, она тем же самым йодом и губится. Она как бы и нужна, он нужен, но она и губится. Вот это страшные штуки. Так с тем же сахаром, например. Откуда-то вот я слышал такую фразу, сахара не будет, а сахара нужно в день есть не меньше шести-восьми ложек? Откуда вот у человека возникла эта мысль? Я узнал об этом, просто увидев человека, который набирал сетки с пакетами сахара. И я что хочу сказать, что мы все, по большому счету, склонны к панике. Как говорится, сам не без греха. Тоже стоял два года назад в очереди за туалетной бумагой. Понимаете? И там еще что-то было. Ну помните, когда начиналась эта пандемия? Все мы так в магазин ломанулись. Но я просто хочу сказать, это понятно, что в принципе это паническое вот такое состояние понятно. Но в то же самое время нужно понимать, что, допустим, если вы накупите домой туалетной бумаги, то, наверное, бреда от этого не будет. А если вы сочтете, что вам нужно что-то не обязательно купить и это съесть, знаете, тоже вариант такой. Люди покупают гречку, а сейчас через два года вдруг говорят, а в гречке какие-то червячки водятся или в муке. И вот теперь жалко, муку выкидывать надо, в ней червячки. Ну вот. И тоже вопросы, кстати, в интернете где-то были, можно ли есть муку, в которой червячки водятся. Так что я хочу сказать, что вот этот момент очень серьезный. И, кстати, опять же возвращаясь, все вот эти нарушения, повышение цен, скачки, они стимулируют вот эту нервозность у людей. Это еще одно плохое, как бы плохой элемент, которым, ну, как бы надо все-таки иногда говорить. Спасибо большое, Константин Рангс, журналист, пишущий о науке, морской геолог, с нами был на прямой связи, программа «Климат-контроль». Спасибо и хорошего дня. До следующей пятницы. Всего вам доброго. Радио Болтком.